В эфире новости на своем студии Роман Выстараб. Здравствуйте! И сегодня в нашем выпуске вы увидите. В Ессентуках благоустраивают сквер. Когда завершат работы, смотрите в сюжете Кристины Казиминой. Охота на рыбаков. Чем для жителей Степновского округа закончился поход на рыбалку? Губернатор Ставрополя Владимир Владимиров принял участие в стратегической сессии по реализации национальных целей развития. Ее провел премьер-министр России Михаил Мишустин. На совещании представители Кабмина страны и главы регионов обсудили подходы к достижению поставленных президентом задач. Владимиров отметил, в нашем регионе до 2030 года реализуется 6 прорывных проектов. Это производство удобрений, развитие зеленой энергетики, агропромышленного комплекса и курортов. Только за последнее время удалось создать 18 тысяч новых рабочих мест благодаря реализации прорывных проектов. Победителю благоустройства. Сквер на улице Буачидзе в Ясентуках преображают благодаря победе во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Что изменилось в городе-курорте и когда завершат работы? Прогулялась по обновленному скверу Кристина Казмина. Раньше сквер на улице Буачидзе в Ясентуках был просто лесополосой. Сейчас здесь создают точку притяжения для жителей и отдыхающих. Деревья сохранили, вырубили только сухостой. В новом сквере обустроили несколько воркаут-зон. Одна из них уже полностью готова. Прорезиненное покрытие, множество турников. Все для спортивного образа жизни. Проект благоустройства выиграл во всероссийском конкурсе лучших идей создания комфортной городской среды, малых городов и исторических поселений. Работу по преображению сквера курирует министерство ЖКХ Края. На территории 6 гектар будет располагаться большая прогулочная зона. Также объекты, в первую очередь, детские игровые площадки, спортивные площадки, зона для спокойного отдыха. Также на протяжении всего объекта имеется белая дорожка протяженностью практически полтора километра. Одним из главных украшений сквера станет освещение. Более 500 светильников с современным дизайнерским решением будут радовать гостей и жителей города-курорта. Уложено сейчас порядка 9 тысяч квадратных метров плитки. Смонтированы все арт-объекты, все малые архитектурные формы, воркауты, детские площадки. Сейчас заканчиваем спортивное покрытие детских площадок. Ну и занимаемся заточными работами. В сквере создадут пространство для тихого отдыха и активных занятий. Завершить благоустройство планируют уже к декабрю. По поручению губернатора Владимира Владимирова в сквере также установят питьевой бювет. Прогулялись по курорту Кристина Казмина и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Что год грядущий готовить Ставрополью в финансовом плане? Проект краевого бюджета поступил в Думу региона. Работу над документом по традиции начал профильный комитет. На рабочем совещании обсудили основные планируемые параметры краевой казны, а также ряд актуальных вопросов. Кира Мартынова с подробностями. Профильный думский комитет практически в полном составе, плюс депутаты из соседних, а также представители исполнительной власти надзорного ведомства. В повестке дня то, как будут жить ставропольцы в ближайшие три года. Пока предварительные параметры бюджета 20-25 выглядят так. 178 миллиардов по доходам, 182,7 по расходам с дефицитом 4,7 миллиарда рублей. Дефицит у нас складывается в связи с привлечением средств инвестиционных бюджетных кредитов из федерального бюджета. На сегодняшний день не вся финансовая помощь еще распределена. Главный финансовый документ сохранит социальную направленность. Порядка 14 миллиардов рублей планируют направить на поддержку участников спецопераций и членов их семей. Кроме того, в крае продолжат ремонтировать региональные дороги, объекты, социальные инфраструктуры. Рассмотрели текущее состояние, обсудили. Это не заседание комитета, это рабочее совещание. Это как бы там, где предполагается обсуждение всех вопросов с последующим вынесением их на заседание комитета, которое мы планируем 20-го числа провести текущего месяца. В этом году общественное обсуждение проекта бюджета изменило свой формат. Все желающие могут направить свои замечания и предложения через специальную форму на сайте регионального парламента или по почте в адрес Краевой Думы до 14 ноября. На сайте это все определено, доведено. Там и бюджет, там и возможные вопросы, и предложения. Мы их собираем, аккумулируем, передаем в правительство. Ну и, как я уже сказал, либо на согласительной комиссии, либо в рабочем порядке рассматриваем. Проект бюджета рассмотрят все думские комитеты. После этого документ направят в согласительную комиссию. И только после этого вынесут на ноябрьское заседание парламента. Кира Мартынова и Александр Колодко, Ставропольское телевидение. А теперь о происшествиях. За жестокое обращение с животными предстанет перед судом житель Левокумского округа. В конце сентября мужчина поссорился с бывшей супругой. Свою злость решил выместить на питомца. Во дворе дома на глазах женщины и своего несовершеннолетнего ребенка избил собаку. От полученных травм питомец погиб. Теперь злоумышленник предстанет перед судом. О других ЧП в оперативной сводке. Охота на рыбаков. Отдых для жителей Степновского округа закончился трагично. Охранник местного водохранилища не потерпел, что двое мужчин удили без разрешения. Достал охотничий карабин и выстрелил в нарушителей. Один из рыбаков получил огнестрельные раны живота и ноги. Медики спасли пострадавшего. На охранника заведено уголовное дело. Двое под грузовиком. В Кисловодске бетоновоз во время маневра на дороге наехал на двух пенсионерок. Женщины переходили дорогу в неположенном месте. До пешеходного перехода они не дошли 20 метров. И это расстояние стало трагичным. С травмами пострадавших отвезли в больницу. К сожалению, одна из женщин скончалась. ГАИ проводят проверку. Ничего не заподозрили. Супружеская пара из Пятигорска столкнулась с классической схемой мошеннического развода. Пенсионеры ответили на несколько звонков от незнакомцев. Один из собеседников представился представителем правоохранительных органов и напугал пожилых людей тем, что липовые мошенники якобы завладели счетами пенсионеров. Злоумышленник убедил жертв открыть новый счет по готовым реквизитам и перевести сбережения. В догонку к сказанному пятикорчанам позвонили еще несколько человек, которые окончательно убедили провести 38 транзакций. Семью обманули на 12 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Конно-спортивная школа Железноводска начнет принимать учеников с начала следующего года. Ремонтные работы на объекте завершили на финишной прямой благоустройство территорий и монтаж освещения. Реконструкцию провели за счет средств краевого бюджета. О других новостях региона расскажем в нашем обзоре. В Есентуках завершается строительство школы на тысячу мест. Здание уже смонтировали инженерные коммуникации. Сейчас ведут отделочные работы в спортивном и актовом залах, сообщили в региональном Минстрое. Также благоустраивают прилегающие территории и обустраивают детские площадки. Возводят школу по нацпроекту образования. В следующем году капитально отремонтируют участок дороги изобильный Староизобильная Смыков. На отрезке обновят покрытие проезжей части, укрепят обочины и установят знаки, сообщили в региональном Миндоре. Сейчас на отрезке ведутся подготовительные работы. Ремонт проведут по региональной программе развития транспортной системы. Завершить реконструкцию планируют в сентябре 2025 года. В Пятигорске завершается рекультивация мусорного полигона на улице Маршала Жукова. Площадь свалки достигала почти 14 гектаров. Специалисты убирают более 800 тысяч кубометров отходов, сообщили в региональном Минприроды. Работы проходят по проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Позже на месте полигона обустроят зеленый лук. На этом у нас все. Еще больше новостей вы сможете найти на нашем сайте stv24.tv. Также не забывайте, мы находимся во всех социальных сетях. Обязательно подписывайтесь, там тоже много всего интересного и актуального. И я напоминаю, что у вас есть возможность присылать нам свои обращения. Пишите нам в редакцию на номер 8 928 350 8070. В студии был Роман Выстроп, я с вами прощаюсь. Далее в эфире прогноз погоды с Алексеем Форсиковым. Оставайтесь с нами. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды наследует 13 ноября. Что у нас на Ставрополе? А у нас на Ставрополе типичный такой ноябрь. В Ставрополе по утрам такой туман, что даже ежика не дозовешься. А днем паспурно и плюс 7 ветер 4 метра в секунду. И как будто по ощущениям всего лишь плюс 2. Тепло в Неминомыске аж плюс 12. Облачно с прояснениями. Ветер 3 метра в секунду. Изобильный. Плюс 11. Облачно с прояснениями. Минводы. Облачно с прояснениями и плюс 8. И во всех центральных городах края без осадков. Световой день 9 часов 40 минут. Гавминводы вот почти хорошо, но помним, что у нас ноябрь. Малооблачно в Кисловодске и Ессентуках. Там плюс 10. Ветер 2-3 метра в секунду. Пятигорск, Железноводск. Облачно с прояснениями. Днем до 8. Тепла и ветер 3-4 метра в секунду. На курортах также без осадков. Восток и север края также паспурно и также без осадков. Ипатова и Зивная до плюс 8. Ветер 4-6 метров в секунду. Нефтекумск и Буденновск до плюс 8. И ветер 4-5 метров в секунду. На сегодня о погоде все. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин